Лечение рака лёгкого Мы будем в докладе осветить такую действительно большую тему и бурно развивающуюся тему, как современные возможности неодевантной и одевантной терапии рака лёгкого. Мы знаем, что уже в течение последних нескольких лет используется восьмая классификация данной патологии. И если говорить о том, сколько подстадий выделяется, то мы видим, что уже 11 по меньшей мере. И, конечно же, грамотное стадирование процесса – это залог как для определения прогноза для жизни пациента. Мы видим, что как грамотически расходятся кривые выживаемости больных в зависимости от стадий. От 1 А до 3 С сроки жизни пациентов значительно различаются. И, безусловно, грамотное стадирование – это не только определение прогноза для жизни пациента, но и выбор лечебной тактики. И мы видим, что, к сожалению, не только у нас, не только в странах Восточной Европы, но и в развитых странах мира четвёртая стадия рака лёгкого выявляется примерно у каждого третьего пациента, к сожалению. И пятилетние выживаемости больных стремится к нулю, то есть не превышает 2%. И, конечно же, наша задача – максимально рано диагностировать рак при возможности и говорить о более ранних стадиях, о которых мы сейчас будем говорить более прицельно. Там, где подходами к лечению, помимо хирургического, являются и лекарственная, и, возможно, комбинация с лучевой терапией. Но, к сожалению, лицетабельный рак, невыклеточный рак лёгкого – это пока ещё, конечно же, не полностью лишённая задача. И у третьих больных, как мы уже говорили, даже после радикальной операции развивается лицидив. Фактора риска лецидива очень много. В частности, один из авторов выделяет такой набор – это и высокий уровень раково-бринального антигена, и низкая степень дифференцировки, и инвазия в сосуды, в висцеральную плевру, наличие метастазов и множественный характер метастазов в легионарных лимфатических узлах, и, как таковая, уже более продвинутая третья B, например, стадия немоклеточного рака лёгкого. То есть всё это неблагоприятные факторы, разумеется, их набор может несколько варьировать, в зависимости от тех и других исследований, но, безусловно, биология опухоли совершенно различна. Поэтому такой гетерогенный характер опухоли, разные стадии, на которых мы встречаем пациента, они подразумевают, безусловно, максимальную индивидуализацию лечебной тактики. Ну и начнём с неодиумантной лекарственной терапии немоклеточного рака лёгкого. Та тема, которая, несколько психологически, может быть, кажется, менее привычной, чем одиумантная. Ну, попробую представить данные, говорящие о том, что неодиумантная лекарственная терапия занимает такое же, наверное, место в лечении ранних стадий рака лёгкого. Какие перед ней стоят задачи? Ну, те же самые, что и при одиумантной терапии, да, это уменьшение риска рецидива и максимальное воздействие на повышение общей выживаемости больных. Каким образом мы пытаемся этого добиться? Ну, уменьшить размеры опухоли, повысить её резиктабельность. Какое место занимает неодиумантная терапия? Для каких стадий? Ну, по таким общим признанным данным, всё-таки это третья А стадия при наличии категории Н2, поражения легиональных лимфатических узлов. Разумеется, есть подводные камни в этом виде лечения, поскольку любой вид лекарственной терапии может быть неэффективным и приведёт только к отсрочке хирургического лечения, к уменьшению резиктабельности опухоли. Но, с другой стороны, по данным метаанализов, на которых базируется современное представление, её эффективность не уступает эффективности одиумантной терапии. Мы видим, что абсолютный выигрыш в общей выживаемости составляет также около 5%. То есть, к сожалению, эффективность и того, и другого метода, как мы видим, не очень высока. Всего 5% больных получают безусловную пользу, но, по крайней мере, и одиумантная терапия в этом отношении не уступает одиумантной. И, конечно же, большая комплоентность или приверженность лечению по сравнению с одиумантным или послеоперационным лекарственным лечением для этой терапии прослеживается. Поскольку здесь пациент всё-таки находится в нашем более тесном контакте, он планирует операцию, мы планируем операцию в любом случае. И поэтому проведение неодиумантной химиотерапии, как правило, происходит в 100% случаев, если говорить о благоприятных прогнозах. Ну и здесь, данные как раз метаанализов, мы видим, что кривые выживаемости, 5% улучшение общей выживаемости в абсолютных цифрах, и те же самые 4-5% имеются и для одиумантной химиотерапии. Ну, безусловные препараты, комбинация препаратов — это платиносодержащие дуплеты, в принципе, это общеизвестно, не буду на этом останавливаться. Конечно, интересны сейчас уже современные подходы. Мы знаем о безусловных пользе иммунотерапии при лечении десимированного рака лёгкого. И, разумеется, все предпосылки для использования иммунотерапии как в неодиумантном предоперационном этапе, так и в одиумантном, они существуют. Причём даже, наверное, по мнению многих авторов, именно неодиумантная иммунотерапия, она имеет больше предпосылки, поскольку имеется ещё макроскопический объём опухоли. И поэтому все взаимодействия между опухолью и иммунной системой при нашей помощи, при использовании блокаторов иммунных точек контроля, они реализуются. Поэтому наличие неудалённой опухоли в этом отношении является определённым преимуществом. И, конечно же, исследований много. Начинаются все исследования первой и второй фазы. Потом в дальнейшем при эффективности переходим уже в третью исследование третьей фазы, в рандомизированное исследование. И исследования первой и второй фазы мы видим, что в основном они, конечно же, имеются комбинацией иммунных препаратов и химиопрепаратов. Потому что, конечно, психологически бывает и сложно полностью отказаться от потенциально уже доказанной эффективной химиотерапии. Ну и плюс ещё химиотерапия как таковая, она вызывает повреждения опухоли, вызывает высвобождение полиохантигенов. И, в принципе, может являться таким вот триггером для запуска ещё и иммунных реакций, которых мы хотим добиться. Но в то же время мы видим, что есть и монотерапия неболумабом, монотерапия отезолизумабом в неодевантном режиме. И, конечно же, что мы хотим оценить? Мы хотим оценить патоморфоз. Мы хотим оценить чисто полных регрессов и так называемых больших патоморфологических регрессов, когда остаётся всего не более 10% живых клеток опухоли. Ну, в частности, вот дизайн исследования, при котором неодевантно используются комбинации неболумаба и химиопрепаратов, производится хирургический этап лечения после трёх циклов лечения. В дальнейшем до года проводится монотерапия, иммунотерапия неболумабом. И мы видим, что эффективность этого лечения высока. Полные патоморфологические регрессы у более чем у 60% больных, большие патоморфологические ответы более чем у 80% больных. И мы видим, что больные, напомню, это больные третьей А-стадии, имеют двухлетнюю выживаемость без прогрессирования. Почти 80% больных живут два года без прогрессирования. И общая выживаемость в течение двух лет практически 90%. И если так вот сравнивать, ну, здесь просто, конечно, прямых сравнений нет, но исследование ПАСИФИК, которое уже является зарегистрированным, двухлетняя безрецидивная, общая выживаемость показали несколько ниже. Поэтому здесь, конечно, мы говорим о потенциале высоком комбинации иммунных препаратов и химиотерапии. А здесь представлены исследования, в котором используются только неволумаб наодевантный и тоже патоморфологические ответы практически у каждого второго пациента. Поэтому, безусловно, иммунотерапия наодевантный имеет большой потенциал, поскольку мы видим всего, например, два введения неволумаба, как в предыдущем исследовании, и, возможно, достижение больших таких эффектов. И статус ПДЛ неопределяет достижение ответа, то есть мы можем использовать вне зависимости от статуса ПДЛ. Достаточно безопасность терапии. Ну и, конечно, ограничения в том, что пока исследования небольших группах больных участвовали, и необходимы такие уже перспективные сравнительные рандомизированные исследования. И они, конечно же, проводятся. Здесь представлены ряд из них. И мы видим, что здесь комбинация иммунных препаратов и химиопрепаратов используется на уже больших группах пациентов. Эти исследования мы скоро получим уже их ответы. Здесь, в принципе, дизайн одного из них представлен. Адювантная терапия, опять же, психологически, как я уже говорила, она все-таки нам более привычна. Цели ее те же самые. Максимальное увеличение выживаемости пациентов путем уменьшения риска рецидива. И, начиная с первой B стадии, с размеров опухоли более 4 см, вторая стадия, третья стадия — это все пациенты, которые являются кандидатами для проведения адювантной терапии. Конечно же, польза абсолютная, как я уже говорила, не очень высока. Конечно же, может быть негативное влияние на качество жизни. Конечно же, может быть токсичность лечения. Приверженность или комплоентность лечения тоже несколько ниже, поскольку пациент за определенные ближайшие месяцы после операции может устать, может по ряду причин не перенести адювантную терапию. Поэтому, конечно же, такие ограничения для этого вида лечения есть. Но пока у нас это является стандартом, и двухкомпонентные препараты на основе платина — это стандарт. Мы видим здесь также кривые метаанализов, более 4,5 тысяч больных, которые получали или не получали адювантную терапию. Ну и риск смерти уменьшается примерно на 10%. И наиболее изученной комбинацией является комбинация и в странах Европы, и в Российской Федерации очень часто используется комбинация цисплатина и венеральбина. Ну, в принципе, довольно удобная комбинация, поскольку используется препарат как внутривенный, так и таблетированный, что очень, в принципе, действительно удобно и для пациента, и для врача. Также доказано, что никакие попытки увеличить эффективность двухкомпонентной терапии, имевшимися ранние препараты, в частности антиангиогенными препаратами, не привели к успеху. Поэтому, если мы говорим о химиотерапии, то это все равно платина, содержащие дуплеты, то есть комбинация из двух препаратов. Ну, а здесь представлены основные исследования этих комбинаций химиопрепаратов. Все, еще раз говорю, на основе препаратов платины. Ну, и практически во всех диагностируется, определяется повышение выживаемости без рецидивной, и, в принципе, такая тенденция к повышению показателей общей выживаемости также отмечается. Если мы говорим о российских рекомендациях, то, безусловно, присутствуют платинозыращие комбинации и с пиметрокседом, и с венеральбином, и в таблетированной внутривенной форме, и с токсанами, доцитоксел, поклитоксел. То же самое рекомендации НССН. Также мы видим те же самые набор препаратов. В принципе, можем использовать вместо цисплатина карбоплатин, если у пациента есть ряд ограничений. Ну, стандартом, в том числе и европейские рекомендации мы видим, это цисплатин с кумулятивной дозой примерно 300 мг на квадратный метр. Примерно от 3 до 4 циклов проводится. И также вот в Европе тоже цисплатин и венеральбин более изученная, более активно используемая комбинация. Если мы говорим о кривых выживаемости, ну, респективное исследование, которое, в принципе, даже говорит о некотором тренде к увеличению показателей выживаемости пациентов, которые получали именно комбинацию венеральбина и химиопрепаратов. Конечно, мы хотим максимально оптимизировать адевантную терапию, поскольку 5% успеха — это недостаточный эффект. Поэтому мы пытаемся внедрить методы иммунотерапии, таргетной терапии, поскольку мы знаем, что каждый пятый пациент раком легкого или даже больше процента имеют те или другие драйверные мутации, которые являются объектом для высокоэффективной терапии в продвинутых стадиях. Мы можем варьировать с препаратами, один препарат, два, три препарата. Порядок назначения препаратов тоже можем изучать и каким-то образом внедрять. И, конечно же, пытаемся найти ту когорту пациентов, которая будет иметь наибольший выигрыш, поскольку большинство пациентов будет излечено путем операции. Конечно, нам нужно узнать, какие маркеры позволят нам выделить пациентов, которые получат наибольшую пользу от адевантной терапии, какие пациенты подвержены большему риску лицезива, какие пациенты, например, не нуждаются в адевантной терапии. В частности, циркулирующая ДНК опухолевая, если она остается высоким содержанием после операции, то это пациенты с неблагоприятным прогнозом. Мы видим, что сроки их жизни различаются драматически, если присутствует или не присутствует ДНК опухоли как проявление молекулярной резидуальной болезни. И исследований, как я уже говорила, много. Также внедряются, безусловно, препараты из групп ингибиторов иммунных точек контроля. Все препараты известные изучаются. Дарвулумаб, невулумаб, отезолизумаб. Эти исследования в ближайшее время, конечно же, будут представлены. Дизайн тоже самый различный. Это может быть и одновременное использование, например, предоперационное препаратов иммунных и химиопрепаратов, в дальнейшем только наблюдение, или продолжение иммунотерапии в адевантном режиме и так далее. То есть разные комбинации переоперационной иммунохимиотерапии, химио-иммунотерапии, они существуют и изучаются. И буквально целеграфно, поскольку время у нас уже заканчивается, это возможность адевантной терапии у больных, имеющих драйверные мутации. Наиболее изучена сейчас группа больных, имеющих мутации в гении GFR. В частности, очень большое китайское исследование было представлено буквально недавно, и обновленные данные на АСКО 2020 года были представлены. Мы видим, что больные, имеющие драйверную мутацию, в течение двух лет получают гифетиниб, рандомизация, или вторая группа больных получает стандартную химиотерапию, как раз таки в комбинации веноральбина и цисплотина. И интересно, что выживаемость без лицидива у этих пациентов значительно улучшается, у тех пациентов, которые имеют драйверную мутацию и получают гифетиниб. Риск лицидива через три года уменьшается, и через пять лет уменьшается практически в два раза. Но, к сожалению, на общую выживаемость это принципиального значения во всей группе больных не оказало. Но если мы посмотрим выживаемость пациентов, как раз и данные прошлого года, выживаемость пациентов, которые получали таргетную терапию и в дальнейшем получали при прогрессировании также другой вариант таргетной терапии, например, осимиртиниб, у них выживаемость через 6-7 лет наблюдения медиана еще даже не достигнута. Но, конечно же, хуже имеют прогноз пациента, которые получали химиотерапию и в дальнейшем никакого лечения не получали. Их кривая выживаемости наиболее низкая. То есть, в принципе, еще раз говорю, что место таргетной терапии и в таких ранних этапах стадиях рака легкого и продвинутых она, безусловно, существует. И здесь тоже интересные кривые, здесь уже влияние принципиально на выживаемость. Если больные получали гифетиниб больше, чем полтора года, то их выживаемость довольно высокая, риск смерти уменьшается почти на 60%. Поэтому имеет значение, конечно же, еще длительность приема гифетиниба, в частности, более или менее полутора лет. Поэтому исследователи рекомендуют использование данной комбинации в адювантном режиме. И, безусловно, прорыв этого года, тот прорыв, который обеспечивает регистрацию и обеспечивает уже регистрацию этого препарата в адювантном режиме, это осимиртиниб, препарат третьего поколения. Также рандомизированные исследования, очень большие группы пациентов, более 300 в каждой группе, или осимиртиниб или плацебо. Это исследование было даже досрочно прекращено из-за того, что выживаемость без прогрессирования больных, которые получали осимиртиниб, она, в принципе, на 80% риск лицезива у этих пациентов меньше. Причем во всех подгруппах, в том числе и у тех больных, которые получали даже адювантную химиотерапию, если они в дальнейшем при наличии мутации получают осимиртиниб, они имеют значительное преимущество в отношении уменьшения риска лицезива. Чем более продвинутая стадия, тем более драматический эффект препарата. Деянина общая выживаемость пока еще рано говорить, потому что исследования только сейчас оценены данные без лицезивной выживаемости, но, скорее всего, это будет также реализовано. Поэтому, безусловно, этот препарат имеет место, такое уже заслуженное место, заслуженное в лечении дисминированных форм, но и, безусловно, место уже в лечении более ранних форм рака легкого в больных, имеющих драйверные мутации. Ну и исследований, которых мы будем ждать результаты, очень много. Мы видим даже только иммунотерапию в переоперационном формате, неадювантную, дальнейшем адювантную. Комбинации различные, как я уже говорила, иммунных препаратов с химиотерапией. То есть, в принципе, здесь очень большой потенциал комбинаций и очень большой, ну, ожидаемые наши ожидания на реализацию этого терапевтического потенциала. Благодарю за внимание.